Что-то интересное происходит в наших отношениях с прошлым. Что-то меняется повсюду в мире. В России, и не только здесь, принимают законы, которые запрещают определенные высказывания о прошлом. В Соединенных Штатах, и, конечно, не только там, сносят памятники, переписывают учебники истории, потому что те, кого вчера считали героями сегодня, по меньшей мере, люди с сомнительным убеждениями. В Восточной Азии, в Центральной и Восточной Европе споры о прошлом становятся причиной актуальных современных конфликтов. Музеи начинают возвращать ценности, собранные несколькими поколениями назад, в страны их происхождения. И, наконец, повсюду, в России, в тех же Соединенных Штатах, в Европе, люди выходят на улицу для того, чтобы изменить историю, для того, чтобы поменять наше представление о прошлом. Именно для того, чтобы снести памятники или заявить о своем праве, о своем семейном праве на прошлое, на прошлое своей деревни, своего города, своей нации. Мы видим это и в шествиях бессмертного полка, и в работе поисковиков, если мы говорим о России. Мы видим это в движении БЛМ, который сносит памятники для того, потому что это памятники не тем. Вы можете сказать, что так было всегда. Политики всегда использовали прошлое, а люди всегда участвовали в ритуалах. Нет, так, как сейчас не было. Потому что никогда не было так много политиков. Потому что никогда люди не выходили в таком количестве для того, чтобы повлиять на наше понимание истории, чтобы изменить ее интерпретацию. Мы действительно живем в каком-то новом времени, в каком-то новом этапе нашего взаимоотношения с прошлым. Вот для того, чтобы разобраться в том, что происходит, я и написал эту книгу. Это книга об истории. И да, и нет. Потому что историки лучше, чем многие понимают, что у них нет монополии на то, чтобы интерпретировать прошлое. Они понимают, что политики обладают большими ресурсами для того, чтобы рассказывать народу, что было в прошлом, чем обладают профессиональные историки. Это книга о политике. И да, и нет. Потому что политикам интересна не сама история, а эмоции, с помощью которых они могут воздействовать на людей. История служит источником этих эмоций. И именно этим интересно. Так что происходит? Я попробовал порассуждать об этом в этой книге. И надеюсь, что вы прочитаете ее. И мы дальше будем думать вместе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова